Музыка 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 Опять Оксана разводит свой шантан Мама, налей мне еще чашечку Лео, вам налить Лео, Лео, мы вас с тобой говорим Простите Чаю еще хотите? Попрошу вас Простите, я зачитался Что-нибудь интересное, да? Ну да, чрезвычайно интересное Саша Петровна Вы помните Домбровского? Какого? Ну, младшего, который вышел на Черное море, Алешу Ну еще бы, отлично помню Ясноглазый такой, наивный мальчишка Страшно милый Да? Так вот, я сейчас прочел, что этого ясноглазого Милого мальчишка в Севастополе Пьяная матрасня Швырнула в топку императрица Екатерина Вытащили косточки Это безобразие Знаю, что у мамы больное сердце Как не стыдно Маму не нужно Сказать, что человека швырнули в топку корабля Это безобразие А сделать это, видимо, не безобразие Крепись Выпью воды Ну что ж не отвечаешь Безобразие и то, и другое Там дикая вспышка накипевших страстей А здесь грубая бестактность По отношению к больному человеку Благодарю Таня Скажи мне, за что? По имя чего? Ведь у этого мальчика мать Как ей перенести? За что, мама, на это, пожалуй, никто не ответит Один платит за грехи всех А ты что, Рын? Такие прописные истины Преподавались у вас на бестужевских курсах Послушай Я кушаю и слушаю Клоун Помилуй, я клоун? Почему? Разве я кувыркаюсь под улочком отрасли? Подобно некоторым Да это некоторые На кого ты намекаешь? Таня Леопольд Перестаньте ссориться Пусть хоть в доме Сохранится видимость мира Покой Пусть хоть в доме Пупсик Пупсик Мой милый Пупсик Мой Пупсик Мой Пупсик Дорогой Нет, это, наконец, невыносимо А мне нравится Ксанна обнаруживает понимание духа эпохи. В самом деле, чего ради мучиться над Бетховеном, Шопеном? Все это буржуазные штучки, придуманные на пагубу пролетариата. То ли дело пупсик. Его даже можно принять в качестве революционного гимна. С ума можно сойти от всего этого. А Евгения все нет. Зачем он туда поехал? А вдруг он... Ну что может случиться с отцом? К чему ты себя расстраиваешь? Бесспорно. А кома-кома капитане первого ранга Берсиния тревожиться не стоит. Всех нас переживет. Что это за тон? Господи, как ты сегодня непонятлива. Но чего ради волноваться Евгений Иванович? Он в ладу за правилами флотской республики, он их на ручках носит, а не его. Взаимная политика обожания. Разве не умилительно? Командир крейсера русского флота гуляет с матроснёй по питерским мостовым, лузгает подсолнух и кричит, долой капиталистов. Может быть, ты повторишь эту гадость в глаза отцу? Или по обыкновению струсишь? Трус не я. Трусы тех, кто спасывали перед зверьём, выросшим через клеток. Кто ведёт бесчестную и опасную игру в товарищи? Ты смеешь так говорить об отце? Наглец! Таня, Леопольд, опомнитесь, вы меня в могилу уложите. Не я первый начал, Шофе Петровна. Ах, ты хочешь знать, кто трусы, да? Так это ты и твои приятели, бежавшие из кораблей, как только немного прищемили павлиньи хвост вашего гвардейского величия. У вас даже не хватило мужества встретить опасность лицом к лицу, бороться за своё. Леопольд, вы забились по домам и дрожите за свою шкуру, храбрецы. Павлинь и хвост, шкура, как ты быстро овладела демократическим жаргоном. Скоро ты пошлёшь у меня веру в гроб и в печёнки. Лео, вы с ума сошли? Что это за слова? И пошлю. Если заслужишь, не думай. Павла, Павла! Вернулись, вернулись! Смотри! Вон гвардейский экипаж, команда Гангута, а вот и наши, Атьянс Гадун. Какая трогательная постарай. Сознательные республиканцы, распустив свои оршинные клёши, возвращаются с очередного скандала. И во главе с их полноправных граждан под ручку с большевиком Гадуном торжественно шествует потомчий дворянин, офицер флота и мой тихий. Лео, я вас хочу серьёзно просить. Не раздражайте, Таня. Вы понимаете, я боюсь за неё и за вас. Ну, у неё нервная экзальтация. Я вам правду скажу, я сама ведь не всё понимаю в поступках Евгения, но я верю. Он поступает по долгу совести, а Таня беззаветно любит отца. Но это не может заставить меня безрассудно, очертя голову, обожать Евгения Ивановича. Долг совести. Не знаю, предавать офицерство, флот, Россию на растерзание этим... Думайте, как хотите, только поберегите Таню. Ох, как всё это мне надоело. Да всё образуется. Отшумят бури, улягутся страсти. Я верю в человечность. А здесь нужна не человечность, а пулемёты. Ну, это... Это не умная злоба, Лео. Глаша! Глаша, надо подогреть самовар. Евгений Иванович, наверное, смертельно устал и проголодался. Надо пойти. Таня! 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 Что, Лео? Что с тобой, Таня? Почему ты так переменилась ко мне? У тебя нет ни улыбки, ни ласкового слова. Ты третируешь меня. Можно подумать, что я твой заклятый враг. Пока нет. Пока? Ах! О чём спрашивать, Леопольд? Ты изменился, а не я. Я не могу видеть тебя таким. Каким? Жалким. Живым трупом. Ты перестал жить, когда я впервые увидела тебя. Ты был сильный, молодой, держал жизнь в руках. А что теперь? Ты мертвец. Неужели ты окончательно слеп и глух? Леопольд, неужели ты не чувствуешь, что жизнь зацветает новыми зорями? Мир пахнет по-новому, он кипит, бушует. Не знаю, может, я не понимаю всего до конца, но в каждом дне я чую живое, освежающее дыхание бури, чудесной бури. А ты? Полируешь ногти, меняешь воротнички и валяешься на диване бессильно брюжишно. Шторм. Ты же моряк, Лео, ты должен любить шторм. Романтика для детей. Учебники навигации рекомендуют избегать плавания в шторм. Кроме того, я привык встречать шторм в чистых воротничках, таков наш морской обытий. А прачки заняты революцией. Какой ничтожный парадокс. Ты ни во что не веришь, и в этом твоя катастрофа. А ты приемлешь эту жизнь? Разнузные лозунги, убийства, свиные рылы в шелухе подсолнух. А за этим ты ничего не видишь? Нет. Тогда ты окончательно мертв, Леопольд. Хм, разнузданность. Грубость, хамство, я вижу не хуже тебя и ненавижу не меньше, чем ты. Это перегорающая накипь вековой ненависти. За ней придет новое, Лео. И есть два пути. За или против? А третий? Какой? Руки в карманы и наблюдать. Это подлый путь. Таня. Да, подлый. Можно идти с бурей или если хватит смелости против нее, но пока ты равнодушно наблюдаешь из окон этого дома, в котором имя отца служит тебе щитом и гарантирует безопасность, ты с каждым днем теряешь мое уважение и мою любовь. Ах, вот как. Любопытно, кому же ты передашь свою любовь? Никому-либо из этих новых героев, скажем, Артемке Годуну, горлопану Олуху, очумевшему от радости, что удалось захватить палку на пять минут, которой его упцевали? Стыдись. Матросы имеют основание не любить тебя за твое обращение с ними. Но никто из них в таком тоне не говорил о тебе. Ах, вы даже осведомлены в их мнениях обо мне. Любопытно. Да, кстати, о Годуне. Прошу тебя прекратить эти дурацкие занятия английским языком, которые идут ему как коровье седло. И так уже из этого севушного лорда в обществе идут ненужные пересуды. Я в няньках не нуждаюсь и думаю о себе сама. А на сплетни твоих приятелей и их супруг не нахожу нужным реагировать. Я не искадренная дама из гвардейского экипажа. Это еще моя жена. Если ты не хочешь внимать голосу рассудкой и приличием, то я сам прекращу этот идиотский опыт сентиментального воспитания четвероногого. Как? А просто спущу его с лестницы. Ты, Годуна! Папа, милый, очень устал, какой замученный бедняга. Снимай эту сбру и давай сюда. Погоди, не поседа. Садись, садись без разговоров. Сейчас мать придет чаем. Она тут и сплакалась по тебе. Ужасы чудятся, все думает уж и убитый. А, Леопольд, здравствуй, мой милый. Здравия желаю, господин капитан Кеварага. А вот и правда выходит, что любящая сердце вещун. Мать не даром беспокоилась. Мог вполне просто лечь ко сми посреди девского. Что ты? Каким образом? Эдакая, понимаешь, глупость и подлейшая история получилась. Как было приказано исполнительным комитетом советов, матросы вышли на демонстрацию без оружия. Один дежурный взвод имел винтовки, то без патронов, просто для красоты. Пришли в Питер, высадились у адмиралтейства, построились в ниточку и тихо, чинно и организованно пошли на Невской. На тротуарах масса публики, день, чудесное солнце, как в Евпатории. Настроения у всех веселые, поют, и вдруг у публичной библиотеки слышу откуда-то пулемет. Сперва никто не понял, думали, салютуют там какие-то чудаки, но нет, видим, упал один. Другой. Еще. Вся толпа в разброс, криков с воплями, паника, а сбоку с садовой вылетают казаки и давай крошить бегущих шашками. Наконец-то. Ну, что же дальше? Ну, что же, Гадун и я еле собрали людей у угла Апраксина двора. Ну, ясно, что матросы мгновенно озверели. Попробовали казаки сюда сунуться, так их уже чем попало встретили. Торцами из мостовой, дрикольем, двух с коней сбили, едва в клочья не взорвали. Только Гадун и отстоял. Скверно, милуша, очень скверно. Сами роют себе могилу, доведут народ до неисцепства. Кончатся вторым Гельсенфорсом, только пострашнее. Ничего не будет. Скот надо гонять палкой и кнутом. Люди не скот, мой милый. Братишечки? Хуже скота. Безмозглое быдло. То же самое они говорят о нас, офицерах. А и вы поддерживаете в них это убеждение. Напрасно, мой милый, ты лезешь на рожон и ищешь повода для ссоры. Я ссориться дня расположена. Скажу тебе, что потока нервисти, скопившейся десятилетиями, я удержать не в силах. Но своим личным примером стараюсь доказать матросам, что не все офицеры заслуживают их осуждения. И тебе советуют поступать так же. И с матросами толкать Россию в пропасть. Леопольд, замолчи. Подожди, Тат. А почему, мой милый, ты присваиваешь себе исключительное право спасать Россию? Уж в этом деле ты бы скромненько постоял в сторонке. Позволь нам, русским, с Россией самим управиться. Вы еще упрекаете меня, что я штубы, а не какой-нибудь Тяткин. Было время, когда мы вас с чужбиной к себе звали. Когда были диковаты. Не могли сами кургузок штанов вкроить и косы помадой сусалить. Приказчики кликали вас довпортные, а вы, мало-помалу, доброты наши не поняв, закатили и лапы на наш русский стол положить. А вам за ним место не заготовлено, у стола стойте, а за скатерк мы сами садиться будем. Я не понимаю, какое это имеет отношение ко всему этому безобразию, к этой вахладской революции? А самое прямое, мой милый, старый хозяин немного вас распустил, а новый на место поставит. Народ нынче хозяйничать на свою землю пришел. Так если хотите ему служить, служите, где он вам укажет и как укажет. Мы служили России, государю, вернее, чем многие русские. Это как поглядеть. За русский рубль да за русскую десятину вы, пожалуй, крепко держались, потому что и рубль вашей марки повеща, и десятина вашего гектара жирнее. Евгений, не обижайся, для пользы твоей, говорю. Если действительно хочешь России служить, так служи по-честному и без лишних претензий, нет у тебя для них оснований. Запомни, и не теряй времени, в обрез его осталось. Служить этому быдлу, забыть честь и достоинство офицера и дворянина, покорно благодарю. Да стой, что ты выдумываешь? Не я один так думаю. Весь флот, все офицерство. Офицерство не весь флот. Понял? И офицерство тоже разное бывает. Был Нахимов, были Бестужевы, Суханов, Шмидт, а были Вирами с Дубасовыми. Я готов думать, что быдлы те, кто, цепляясь за дурацкие побрехушки лакейские привилегии, забыли о долге командира и позорно бросили корабли на произвол стихии. Да когда матросы стали окатывать палубы нашей кровью. Довольно, Леопольд. Папа устал, незачем его волновать. Уходи. Я уйду. Я скоро совсем уйду. Противный есть хлеб, который пахнет измерой. Негодяй. Бедный, малый. Трудная вещь преодоления традиций. Здравствуй, старушка. Здравствуй. Какой ты бледный, утомился, да? Немножко есть. Тата, выпей-ка с нами чайку. Можно войти? Можно, можно. Входите, Артем Михайлович. Вечер добрый. Здравствуйте. Не прогоните? Ну что вы, как раз к чаю. Наверное, тоже устали, проголодались. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Благодарствую. Вечер добрый, Татьяна Евгеньевна. Добрый вечер. А что у вас с головой? Ну, до головы дойдет. Я сперва хотел у вас просить щеточку, робу почистить, запылился насквозь. Да хорошо бы еще и форштей меня полоснуть. Ну, это по штатскому портрету мыть. А, пошла вот, Старте, Пойдите за мной. Я вас провожу в ванну. Я вас еще чуть-чуть понайдете. Пожалуйста, вот сюда. Тата, набей-ка мне трубку. Папа, ты не сердись на Леопольда. Он сошел с рельс. Больно мне за тебя, Тата. Так остался Леопольд опереточным лейтенантом, моряком с Елагинской стрелки. Сняли погоны, отняли чинопочитание, и нет человека, был мундир, а под мундиром гнилушка, дунь, пыль посыпется и вряд ли выздоровеет. Не выздоровеет, отрежу. Жаль, не этого я хотел. Вот здорово окатился. Прямо заново на свет выскочал. А вы что-то, Татьяна Евгеньевна, не весело как будто. Так, не здоровится немного. Ну, расскажите, что у вас с головой? Да тоже так. От казачков не здоровится. Неужели ранили? Ну, ранили, это много сказать. Полоснули по коже, да кости не дорезали. Так вам надо хорошую перевязку сделать. Да вы не беспокойтесь. Я в аптеку-то заходил, перевязали толково. Пожалуйста. я вам благодарен. Прошу вас. Благодарю вас. Вот, еще. Тронут. А знаете, Татьяна Евгеньевна, какого я трус спраздновал сегодня, прямо опамятоваться не могу. Как? Нет, право слова. Уж знаете, уж очень все это неожиданно нагрянуло. Как начал сайт на садовый пулеметный хай. Кто-то из братвы из авопика как оглашенный. Робя, полундра, спасайся, кто может. Ну, и ребята рассыпались по панели, как горох по палубе. Ну, и я. Ну, знаете, вот, словно обалдел. Хватанул в бок без разбору, налетел на что-то высокое вроде мачты и наверх, как на боевой фарварс по тревоге. И только, когда долез доверху-то, сообразил, что занесло меня на уличный фонарь. И так, знаете, я его крепко обнял, но словно родную мамашу после долгой разлуки. Тот меня смех-то и разобрал. Ну, думаю, ну, дурень ты, дурень, ведь тебя ж на фонарец со всех сторон насквозь видать. Ну, сообразил, знаете, плюхнулся вниз на четвереньки, бочком-бочком добрался до галереи гостиного двора. Там пришвартовался, сел на киль и хохочу над собой, аж слезы проступают. А народ-то какой, собрался вокруг, знаете, так, тычет пальцами-то и говорит он, смотрите, смотрите, кронштадтец-то свихнул от страха. Потеха, а! Веселиться особенно нечего. Хорошо, что уцелели. Да, уцелел. А вот двоих ребят там оставили за непонюх табаку. А какие бы, ребят, золото. Ну, что ж, запомним навеки, как демократы матросиков встречали. Придет время, заплатим с процентом. Евгений Иванович, пожалуй, нам надо на крейсер поспешить. Там сейчас ребята митингуют, бузят. Уж очень обозлилась, братва, на такую подлость. Надо бы посмотреть да успокоить. Да-да, поедем, вот только переоденусь. Уходишь? Ухожу, старушка. Ничего не поделаешь. А ты не волнуйся. Дай-ка мне белье сменить. Насквозь пропылился. Беспокоится ваша мамаша Татьяна Евгеньевна? Естественно. Наговаривают кумушки всяких ужасов. Того убили, того арестовали, этого утопили. Вот и ходит, как испуганная наседка. Поберегите отца. Артем Михайлович. А мне его и бери с ней. Ничего. Сама братва его пусть и минного погреба бережет. Другого ведь такого не найти. Когда он с вами, мне не страшно. А вот в одиночку на улицах чужие матросы, которые его не знают. Ну, ежели кто пальцем тронет, так башку моментально отвинтим. Да вы не беспокойтесь. Мы его одного то без провожатых не пускаем. Две няньки с пушками с каждого боку. А знаете, Татьяна Евгеньевна, урок последний, что вы мне задали, я все-таки одолел. Вот и времени не было, и пальцы не слушают, а все-таки одолел. Смешно видеть моряка с портфелем. Ох, да это нам теперь вот за место кортика положено. Один такой сухопутный моряк моду завел. Вот. О, какие кляксы. Ну, за кляксы извиняюсь. Ну, впрочем, все как будто верно. Нет, здесь набрали. Здесь ведь фраза в опросительной форме, а вы перевели утвердительно, не тот смысл получился. А ну-ка, 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 ах ты леший тебя порви, а? Ну-ка, 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 ну то премного благодарен за труды, а больше утруждать-то вас не стану. Гадун, что с вами? Вы в своем уме? Да боюсь я, с измальства боюсь. Чудится мне барская небрежка к серому человеку. Куда, мол, ты дубинастая и росовая, вы ж себя лезешь, да? Артем Михайлович, очнитесь. Вот чудак. Ну, за чудачество я прошу прощения. А если всерьез хотите знать, охотно скажу. Вот посадила меня ныне революция на корабль, вроде как вторым командиром. А какая у меня к этому закладка есть? Коров в деревне пас, да два года на заводе слесарил. А я теперь перед всем народом за корабль в ответе. Так что мне не только один язык знать надо, а десять. Вот с вами здесь вот одним языком разговаривать надо. С СССРами схватишься, другой вход пускай. С меньшевиками третий, с офицерами четвертый. А чтобы ведь за дело отвечать его, до корешков понимать надо. А ведь таких офицеров, как ваш папаш, которому душу-то можно было бы открыть, раз-два да и обчелся, а с другими ведь волчий глаз нужен. Ну вот примерно штурманец, но ведет он корабль, а черт его знает, что у него за думка. Может быть вот он на камни посадит, может еще что. А для этого что надо знать? Лоции. Карты разбирать. А карты-то у нас больше английские. Офицерня ведь больше это вот по паркетам шаркала-то. А своих карт сделать не удосужилась. Ну вот иной раз, но стою я в рубке, перед картой-то осел-ослов, и сам себя крою. Хамло ты хамло, хамло серое. Сколько еще в твою башку грузить надо, чтоб ты человеком стал? Чтоб себя перед Лениным-то оправдать мог? Скажите, Артем Михайлович, а вы Ленины видели? Ага, вот как вас. Я в питерский комитет заходил георгийские кресты сдавать, что ребята на газету правду жертвовали. И вот однажды прихожу я во дворец Кшесинской, а там народу, ну видимо-невидимо, толкался-толкался, никто не принимает. А тут аккурат из боковой двери какой-то товарищ выходит, среднего роста, бородка с рыжинкой, взгляд быстрый. Я его цап за руку и говорю, слушай, браток, помоги, пожалуйста. Ну видишь, вот целый мешок нагрузили, ну умаялся я, помоги. А он вот так вот меня за руку взял и повел в другой угол, где там за столом другой товарищ сидел. И говорит, вот займитесь моряком, расспросите у него что там в Кронштадте, снабдите литературой, проговорил так с короговоркой и ушел. А между прочим, у него буква Р во рту, как шарик в свистке катается. Я и спрашиваю тогда этого товарища, я говорю, ну скажи, а кто же это такой шустрый? А он мне, Владимир Ильич Ленин. Как? Я этого братка чуть не разорвал, что он мне сразу не сказал, что это Ленин. А как же вы сами его не узнали? Вот тот и есть. Вот знаете, портрет видал, а только не думал я, что он такой свой. А что вы смотрите на меня так? Так, Татьяна Евгеньевна, вы мне книжечку обещали. Верно, посидите, я сейчас принесу. Здравия желаю, господин лейтенант. Это я вам говорю или не слышно? Ну что, не считаете нужным встать, разговаривая с офицером? Ну а зачем же вставать-то? Находился я за весь день-то, утомился, вот и отдыхаю, да и не по службе я здесь. Заткнитесь. Ну что это вы так коротко-то? Встать, заткнитесь, я с вами по-хорошему, а вы каркаете. Не забывайтесь, Артем. Михалыч, по отчеству-то, ежели забыли. А только разве я забываюсь? Я ведь знаю, люди-то мы с вами разные. У нас и сходство только то, что одной дорогой на свет попали. Да вас-то, наверное, доктор принимал, а меня ведь мамаша в поле родила, да сама серпом и отрезала. Молчать, скачина! Ну-ну-ну-ну-ну! Алёша-ша! Ты что, подмост захотел? Ступай вон отсюда, хам! Убери лапу, сука, а то двину туда, куда не хочешь. Ну-ну-ну! Оксана, что тебе нужно? Удивительная манера выскакивать не вовремя, как оперный чёрт из люка. Что? Я чёрт? Неужели? Лео, похож я на чёрта? Лео! Ну, я вижу, от вас ничего не добьёшься. Вождь пролетариата. Непобедимый красный адмирал, товарищ Гадун. Скажите вы, что действительно похож я на чёрта? Зачем? Вы, барышня, что надо. Браво! Браво! Лео, учитесь искусству современного комплимента. Ну? Так расскажите мне, господа, что-нибудь весёленькое. А что, например, здесь произошло, а? Это что, политический конфликт или романтическая дуэль, а? Да ну же! А что вы как воды в рот набрали? А кто же яблоко раздора? Что, может, я, а? Гадун, отвечайте мне. Могу ли я быть предметом роковой схватки? Можете. Ой, ну а почему так мрачно? Нет, нет, нет. Нет, ну вы посмотрите. Ну, посмотрите, ну посмотрите. Ну, и было стоит. Ксана, ты бы ушла. А зачем? Мне и здесь прелестно. Здесь двое мужчин пред испанкой благородной. Двое рыцарей стоят. Ну, Лео, правда, никудышный. Зато Гадун мужчину что надо выражает с его стилем. Ксана, удержи язык. Ой, есть. Приказно удержать язык. Вот я и готов. Отправляемся. До ночи, дети. Бабочка. Да. Леопольд, будь любезен появиться завтра на кресле. Нужно проверить минное имущество. Я не могу. Я не здоров. Пусть без меня. Ну, это извини, мой милый. Не настолько ты не здоров. И пока я команду и кораблем, и не списал тебя, будь добр, нести службу нормально. И не подавай дурного примера. А болезнь не подай аэропорт. Направим на комиссию. Насильно держать не станем. Вы, может быть, ваше высокоблагородие, морячков опасаетесь? Так не беспокойтесь. Морячки вам зла не сделают. Старый хлеб-соль не забывается. Милости просим. Не забудьте книгу. Ой, совсем. Из головы вон. Благодарю вас, Татьяна Евгеньевна. До свидания. До свидания. Красный эмбирал. А мне до свидания. До свидания, барышня. Штраф. Не барышня, а товарищ. До свидания, товарищ барышня. Ха-ха-ха. Я не такая, я иная. Я вся из блесток и минут. Во мне живут и стомы рая. Интимность, нега и уют. Ну, объясни мне хоть ты, Танечка, что-то я засемела честь лицезреть, а? Это что, бой царского и революционного флота или просто сцена ревности, а? Да чего ты глупа? Мерсия за любезность. Но Лео действительно ревнует тебя к Годуну. А Годун, ты сильно кажется того, а? Господи, слушать тебя противно. А ты не слушай. Это просто мысли вслух. Ой, я вот думаю, не влюбиться ли мне в Годуна, а? Че-то скучно стало. Че-то хочется. Помнишь, у Гибиоса? Я хочу любви небывалой. У Ивана, дура. Ну, шо ж, допустим. Я же не училась на курсах. Ну, я же вовудир, Маша Рим. Мне больно смотреть, как вы закисаетесь таким мужем, как Лео. Господи, ты это же не человек, это же какая-то сушеная вебельская салака. Довольно. Ну, хорошо. Я ухожу. Подумай. Принимая во внимание развитие событий, советую тебе сближаться с демократией. Мία. Время во внимание развитие событий. Гляд 따� wyn... Время вебель embryо. КОНЕЦ 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 РАСЫ ПРОДВОЛ Annan ОНАПИ电 ПРОДОСТНИ С brother Подбери. А то? А то, что я с тобой нянькаться не буду. Я тебе не офицер. Я сперва тебе зубы запломбирую. А потом еще гудену на разговор поведу. Наплачешься? Подбирай. Ну? Мне это свобода называется. Сменили кукушку на ястреба. Что, думаешь, испугался я твоего гадуна? Спугался, не испугался. Облевять себя по добру, по здорову. Не мешай людям работать! Живо! Ха-ха-ха! Спасибо за помощь, товарищ Ботсман. Прямо нет никакой возможности служить с такими людьми. А вы тоже, господин Мичман, бабой не будьте. Если вы такие царамонии разводить будете, так что ж из флотской службы получится, спрашиваю я. Кабак! А нам нужно, чтобы флот своя гадуна была. А ты гордости не терял. Еще послужить придется. А ну! Ворочайся, проворней! Черчи морские! Сказано, что к девяти часам крейсер как лаковой шкатулка был. Эх! Леньков на вас собачьих детей нет! Свобода! Трифала вам в ноздри! Ты что так расходился, Еремеич? Видать, напрасно вчера на бережок сходил. То есть, что это значит напрасно? Ну, хотел загьюсь залить. А Ботсмаша сама до тебя всю ханжу выпила. Ну, ты потрепли! Потрепли у меня языком-то! А ты что знаешь, где у меня ханжа водится? Или ты мой в буфет заглядывал? А шел бы ты, Еремеич, гулять подали. Мы же так верим, что ты спиртного не потребляешь. Одними сливками балуешься. Это ты в каком смысле? А в самом обыкновенном. Был это я, братки, третьего дня на берегу. Иду мимо доков, а навстречу гляжу Еремеича у Ботсмаша. Коробку хворостинкой гонит. Что это, Властьевна? Да вот, говорит, третью коровку прикупила. Потому как ныне революция. Мой-то, говорит, может в начальство выйдет? Так ему теперь простым молоком питаться зазорно. Пусть чай сливки пьет! Ха-ха-ха-ха-ха! Разрази вас, Гром! Черчи языка! О! А ну, давай, тащи, ага, давай! Что это ты расцвистелся, Соловей-разбойник, Словно флагманская сирена? Переполох засвистываешь? Похой переполох! Запамятовал! Память на зайчем хвосте забыл! А когда ещё в Питере на демонстрации От пулемёта пятки салом намазал? А? Если б тебя за клёш-то не словили, Так по воде пёхом, как Иисусе Христе, До самого Кронштадта попёрмо? Катись ты, Лосев, братишка, Ливерной колбаской по пятой спаской! А то вот я тебе штаны смолой начиню! У меня-то хоть штаны остались! А ты вот расскажи, как на барахолке Казённую робу сплавил! Казённая роба не твоя хвороба! Плаваем ершом, ходим на дешёвом, Пьём квас и лимонады! И жизни рады! Ну и стервец! Рад языком зубы чесать! А ты, дядя, не слушай! Помирай скорей! Приветствую вас, Лёвочка! Послушайте, милорд, как вахтилось? Это неслыханное нарушение добропорядочности, джентльмэнс! Вы изволили опоздать со сменой вахты на десять минут! Вы читали когда-нибудь «Морское Евангелие» от Станюковича? Устарела, мой друг! Вы не сознательный гражданин российской республики, а ретроград и шаблонный вечманок! Ну, кто ж теперь выходит на вахту вовремя? Бросьте препираться, сдавайте вахточку! Принимайте! На здоровье! Всё гладко, на море полный штиль! А в Кронштадте, между прочим, в Петербурге революция! Шесть котлов под парами! Программа сал-демократов без изменения! На Бокштове катер и шестёрка! А вечером в лунопарке Нас ожидает мисс Лили! Не искушай меня без нужды Возвратом нежности твоей Разочарована мучу Ой, да сидит кулик на леду Ой, да звисти в носику воду Сидит кулик на леду Звисти в носику воду Спить! Ой, да и ногами бухтихает Клювом рыбу вытягает Він ногами бухтихает Клювом рыбу вытягает Мерси вас! Вахту принял! Обратно вас вахту сдам! А по поводу несения службы, согласно уставу Обращаю ваше внимание на революционных матросов Вверенного нам кораблям Они не в пример вам, милорд Проявляют неслыханное рвение их службы Ты понимаешь? Я и сам уже несколько дней Замечаю сей пыл И он, признаться, меня даже пугает Ведь, казалось бы, всё отменено От Бога до здравого смысла Полная свобода Хошь, служи Хошь, уходи к бабе в деревню А матросики Начали служить как пуделя В чём тайный смысл такого фокуса? Царю служить не хотели? Кюренскому тем паче И вдруг стали надрываться Видимо, появилась охота служить Но кому? Понять не могу На времени стоит труда А вечно служить невозможно Вы близоруки, милорд Хотите, открою секрет Кому желают служить матросики? Совсем задаром Для друга, сон Большевикам, сэр Мы ещё с вами увидим Необыкновенные вещи Рекомендую подумать А я спать Аривидерч, мякар Большевикам? Ну, пожалуй, верно Чёрт побери Интересно в таком случае знать Куда мы приедем? На отмиралище Рижи-то половили! Остановите приборку Встать в горьков Доброе утро, товарищи матрасы! Доброе утро, товарищи матрасы! Приветствую вас, господа писарок! Здравствуйте! Натурали коммерческо! Натурали коммерческо! Доброе утро, товарищи матрасы! Доброе утро, товарищи матрасы! Опять двадцать пять! Я тебе, анархия, честью просил человеком быть! Не хочешь, пеняй на себя! Ну, ежели я желаю быть свободным! Вот скоро будешь! Вот палубные на трак! А кому это черты несут? Белобрысая абразина кантик! Какая? Одна у нас приестра-то значится! Минный офицер, господин фон Штубе! Качай назад! Назад! И так хорош, сам вылезет! Ничего, ездит! Башке на плечах скучно! Таскается, все клянчит, чтоб по болезни списали! Да ждется подарка свежей припарки, как бездальник слов спишут в Мадилев! Чистый ранешник, матери твоей черт! Откуда только слова берутся? У меня, Митрич, пузырь такой под печенкой привязан! СМЕХ Вот ты гнутая! Ножки гнутые! СМЕХ Павлин сиамский, ах! Неоткуда только злоба у человека! Идет мимо, морду у воротник, Ровно его травят на матроса, Глядвич. А в глазах зелен огонь. С потрохами сожрал бы. Кабы сила. Бог не выдаст, штуба не съест. Кишка тонка. И не варит морячка. Стоит Дуня у ворот, На нею есть народ. Эй, Дуня, 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 я, тыка моя. Эй, Дуня, 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 я, тыка моя. Эй, Дуня, Дуня, я, тыка моя. Что, товарищи горло, берете такими песнями? А что? Как что? Одна похабщина, вошла. Ага. Ага. Теперь надо революционные песни спевать. Высказывать приверженность свободе. Да ну, любопытно узнать, какие такие песни. Расскажи, просвети нас, дураков, царя небесного. Ну, к примеру, Марселеза. Так, хорошо. Варшавянка. Тоже хорошо, дальше. Коль Славин. Коль Славин. Бурцаря храни. Бурцаря храни. Бурцаря храни. Ну, и еще другие есть. А кобылиные пакости довольно стыдно горланить. Мы что ж, мы ведь так. Ну, вот так. Вот и выходит, что так. Ну, никакого понятия. Ну, что ж, серость дорежимная. Да сам-то ты серость. Что? Чего-то, брат, когда ты марширьезду тянешь больно, она у тебя на спаси, Господи, сбивает. Ну, что с дураками разговаривать-то? Ой, не люблю суп киносына. При царе перед офицерами из кожи лез в кондукторские шкуры пробирался, а теперь в революционеры определился. Уксусная стерва мать отца продаст за грош. Так в чем же дело, мой милый? Я настаиваю, Евгений Иванович, на списании. Я действительно болен. И, кроме того, я не могу и не желаю служить такой обстановке. Это противно моей чести. Что у тебя за особая честь такая? Я служу, другие служат. Это их дело. А я не желаю ходить на поводу у комитетской банды. Но даже твои списания придется все равно провести через комитет. Но я прошу это сделать скорее. Этим прохвостам нравится издеваться. Они нарочно будут тянуть. А для меня здесь каждый день пытка. Как хочешь. Я попрошу ускорить. Я пытался задержать тебя в твоих же интересах. В моих? Я хотел сохранить тебе жену. Я прошу не говорить об этом. Ваше высокоблагородие. Ваше высокоблагородие. Не, тысячи ты высокоблагородием услышал. Виноват, Ваше высокоблагородие. Господин лейтенант. Ну, в чем дело? Так что с кондукторами у меня был разговор. Ну и что? Кондукторы, конечно, понимают и согласны в общем и целом. Но сами зачинять не будут. Мы, говорит, нейтральны. Но ежели господам офицерам потратить, то мы в момент просоединимся. Сволочь трусливая. Так точно, Ваше высокоблагородие. А ежели раздумать, так и их положение не сладкое. Не матрос и не офицер. Та и другая сторона жмет и вертись, как хочешь. Для кого свобода? Для ботсманов и кондукторов никаких правов. А ты что тоже о правах заговорил? Заразился? Разбошливичился? Смотри. Велеват, господин лейтенант. Я про службу твердо понимаю, какой в ней наше место. Ну и хватит, ступай. Слухаю. Да. Если что-нибудь случится, особенно если большевики из Петрограда нагрянут, приходи ко мне на квартиру. Ей. Ботсман. Есть, господин капитан Перворанген. Ваше место при уборке где? На баке. Почему вы толчете здесь? Почему вы не смотрите за работами? Виноват, господин капитан Перворанга. Прошу. Марш на место. Есть. Ошпарили сукиновыми. Поторапливайтесь, братцы. Поторапливайтесь. В раз кончаем, господин капитан Перворанга. Евгений Иванович, я вас внизу искал. Десятый час, скоро гостей встречать. Вы оставайтесь наверху, Артем Михайлович. А я еще хочу по низам пройти. Чтобы все было в порядке, блеске, вопреки слухам. От ловучей помойки и сумасшедшим доме. Да мы им сюрприз поднесем. Они, надо полагать, с зонтиками в калошек приедут, чтобы в помойку не потонуть. А мы им нос утрем. Вот, 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 вот. Есть. А ну, братва, баста, кончай работу. Давай ко мне, потолковать надо. Еремеевич. Разводку на сегодняшнюю работу будешь делать вот по этому наряду. Смекаешь, в чем тут загвоздка? Вроде как не соображаю. И сэровщину всю внизы загоняем. Пусть сидит там и не бузит. А на палубу побольше наших. Ну, меньшевики пусть по палубе болтаются. От них много шума-то ждать нечего, а вече и натура. Понятно? Толково придумано. Выполняй. А в чем разговор, Артем? Обо всем помалу. А главное, братва, вот о чем. Он выходит в такое положение, что нам призадуматься надо. Задумало временное правительство вольщу затягивать. Так вот, надо сделать так, чтобы эта вольща не нам шею захлестнула, а буржуазии под хвост попала. Определенно. И не вольщу бы им, а репей. Вот постреляли нас на Невском ни за что, ни про что. А теперь нас же еще на весь мир клеветой поливает. Это как же понимать? Так вот, распустили слух, что мы изменники, что болтить с присягу забыли, и немцам Россию продают, и нет такой пакости, которой бы на нас не взвалили. Вот мало керенщери, что матросы-то тысячами по тюрьмам сидят, клопов кормят. Так вот, задумал Александр Четвертый, новое Иудина дело. Приказ готовит корабли совсем разоружить, а нас в маршевые батальоны и на пеший фронт гнать. Нас разоружить, хохошеньки. Как бы не заславила. Ладила баба пирог, да проки створог. А вот, братва, вы смекаете, зачем все это затеяно? Для того они хотят флот разоружить, чтобы некому было на море стать грудью против немецких захватчиков, когда соглашатели крикнут Вильгельма заливать кровью пожар и спасать буржуйские кошели. Ну и гады. Они же знают, пока мы стоим у кронштадтских ворот, немцу не было и не будет хода в Питер. Потому мы все тут ляжем как один, а такого позора на наш город, на колыбель нашей революции не положим. Не положим. Так вот, братва, теперь вы знаете, что против нас задумано. Так что нам надо как железо стать. Один за всех, все за одного. И дисциплина. Но такая, братки, дисциплина, какой и при царе не бывала. До последнего вздоха дисциплина и никакого своевольства. Да его у нас и так нет. Да есть. Болтается тут по палубе разная шпана. Вон, посмотрите. Видите, какой красавец. Патлы на ветер выпустил, клеш распустил. Кроме своего брюха другого бога не чтит. А ведь лодырь. Паскуда. А туда же анархия. Да что ты в анархии-то понимаешь? Гнида сушеная. А ты полегче. Полегче. Тоже нашелся адмирал Вирин с кочегарки. Да. Что, 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 что? А ну-ка, повтори. Ну-ка, повтори еще раз. Повторишь, так воробушкам за борт вылетишь и хвостом вильнуть не успеешь. Ему же, братва, все равно. Палуба для него это мусорный ящик. Флаг тряпка. Россия вроде воровской хазы. Видите, ему одному свободу подай, а другие, чтоб ему коврики под ноги стелили. Да мы из тебя всю душу вытряхнем, потому что ты все дело наше портишь и пахлостер. Понимаете? Молодцы! Да что вы хрятите? За что боролись? Это же офицеры так за грудки не хватали. Ну-ка, так еще схватим. Это он против офицеров там мог стать. А поперек нашего дела не встанешь. А попробуешь, так будет тебе, как Иуди, веревка на гафели. Понял? И катись. Негать воздуха в нашем честном матросском кругу. Правильно, Артем. Не позволим нашего согласия ломать. Ладно. Поглядим. Найдется и на тебя управа. Ну-ну. Так вот, братва, значит, захотела буржуазия нас схарти. Только, по-моему, нет такой силы, которая могла бы матросскую силу сломить. А к драке мы приучены. Потемкин начинал, а нам, видно, судьба выпала кончать. И кончим. А поэтому, вот и говорю, как только наша партия подаст сигнал, как большевики скажут, матросы вперед, слушать приказа, как флагмана в бою, чтобы отказа не было. Не будет. Так и передай, Артем, партии. Все ляжем, а отбои не дадим. Не попятимся раками. Ну вот. Ну, я понимаю, что наше слово, это все равно, что присяга. Ну, а теперь о другом. Знаете, братва, что к нам гости собираются? Какие? Комиссии, непростые гости. Ну, известно, такие гости, что у матроса ноют кости. Хотят нас уговорить овечками стать, но заодно и пошпионить, как живем, чем дышим. Так вот, братва, их надо встретить так, чтобы у них охота отпала, шлятся-то. Понятно? Да. Ну, только помнить, помнить о дисциплине и помнить, что мы собой честь революции представляем, так, чтобы никакого хулиганства. Не тронем, Артем! Рук марать не станем! Вот, но в случае чего там горлом-то ори. Ори, а рукам воли не давай. Ну вот, ну, позовите мне вахтенного начальника. А кто приедет, Артем? Ведь верно знаешь, а? А знаю. Адмирал Милицын. Ого! С ним и сэровский уговаривающий, и еще какой-то насекомый, а? Звали? Товарищ председатель судового комитета. Так точно, звал. Вот что, господин Мичман, как только катер с комиссией подойдет к нашему борту, караула, оркестра не вызывать, фронт не строить, никакого церемониала. Приказание согласовано с командиром. Есть, никакого церемониала выполняйте. Вот так. Ну вот, братва, я пошел к командиру, помните уговор. Не сомневайся, Артем. Не сомневайся. А все-таки, братва, неладно Артем с Лохматовым поступил. Почему? Да ведь не царское время у нас. Взял-то... А ну, помолчи. Помолчи, говорю, да ну, с утра прежде разговаривать. Правильно Артем поступил. Так у нас ничего не сладится, ежели каждый за себя тянуть будет. Вот от этого на потемки недух выпустили, что дисциплины промеж себя завести не могли. Катер отвалил от стенки. Ну вот и гости. Убирай, ребята, принадлежность. Их катит на всех парах. Флаг адмиральский. Погоди, скоро из этих флагов портянки наворачиваются. Ребята, отожди под гор-то. Неловко так. Ну, верно, чего не видно. Споем, ребята. О, верно. Споем, ребята. Верно, Ваня, забивай порядок. На верх выталищи все по местам Последний парад насухает. Врагу не сдаётся на жорный моряк. Пощады никто не желает. Врагу не сдаётся на жорный моряк. Пощады никто не желает. Все выемпелы бьются и цепи гремят. На верх я хоря поднимают. Готовы к бою лагу берут. На солнце здоровей че сверкают. Что у вас делается? Это что за гвалт? Пазар! Где Вокнин, начальник? Вызвать командира? Есть вызвать командира. Кабак, а не корабль, мерзавцы. Бедлам! Ваше превосходительство спокойствие, дипломатия и такт. Я не дипломат, сударь. Я адмирал. Но вы видите, на корабле порядок и чистота. Нам говорили... По-вашему, порядок. А по-моему, бедлам. Честь семьи явиться, ваше превосходительство. Где вы были, господин капитан первого ранга? Где ваш вахтенный начальник? Почему нет встреч? Где оркестр? Где караул? Почему вы не в форме, не при полаше? Вы еще вылезли в кимоно и в туфлях. Ну и что? Первый год служите? Устав забыли? Как вы стоите, стыд и позор? Господин контр-адмирал, командир выполняет приказание судового комитета. Судовой комитет постановил, ввиду усталости команды от вчерашней погрузки угля, никаких церемоний не производить. Команда устала? От митингов! А вы сами кто такой? Председатель судового комитета. Не знаю такого чина. на корабле есть только командир. Большой сбор команды во фронт. Большой сбор. Есть большой сбор. Гранили большой сбор. «Посяцемь» «Посяцемь» «Альфа» «Посяцемь» «Посяцемь» Смирно слушать меня! В команде слушать адмирала! Стоять! Вольно! Кто здесь командует? Командуем мы! Молчать! Как нам угодно, милостивый государь! Сами заварили, сами и расхлёбывайте ваши демократические ищи! Стоять! Вольно! С вами будет говорить член центрального исполнительного комитета партии социалистов-революционеров господин Успенский! Не скажи гоп, пока не перескрою! Разговорчики в строю! От вас и великой революционной России! От имени временного правительства я требую от вас слушаться в слова любви и предостережения! Вы на ложном пути и мы хотим вернуть вас на верную дорогу! Ишь ты! Какой стрелочник! Что? Вас одурачили безответственные элементы, которые сулят вам немедленные раи на земле! Поймите, ничто не даётся сразу! Вы продаёте светлые идеалы будущего за чечевичную похлёбку! Ты не нам говори! Ревизору скажи! Он казённые одеяло спекулянту сплавляет! Вы должны слушать не подпольных агитаторов, сеющих рознь среди русских людей, а представителей законной демократической власти временного правительства, которые душой болеют за вас, за общонародные интересы! А землю народу когда отдадите? Вы спрашиваете о земле! Но этот кардинальный вопрос может быть разрешён лишь волею Всероссийского учредительного собрания на основе справедливого возмещения владельцам и всестороннего обсуждения! Устюшкина мать собиралась помирать! Сто лет тянуть будете! Вы получите землю, но законным путём, а не путём угроз и насилия! Сыхалий, как куры! Сыхалий! Я не могу говорить, когда меня перебивали в таком слове! Я требую уважать в моём лице правительство революции! Мы не потерпим никаких старочинных разбойничек с давкатов земли! Возьмём и не спросим! Побудьте поперёг, да мы самих землю уложим! Правильно! Матросы, опомнитесь! Под видом революции вас толкают на путь, который приведёт к страшной реакции! Который затопит страну потоками народной крови! Эта кровь уже пролилась неделю назад в Петрограде, когда вы были подло преданы и покинуты толкнувшими вас на этот путь большевиками! Большевиков и немцы! Большевиков и немцы! Вы ослепли! И не сознаёте, не видите предательской игры! Потому что вы темны и доверчивы! Мы не поверим! Петроград! Если вы не хотите слушать голос дружеского убеждения, мы заставим вас подчиниться воле народа железом и кровью! Чтобы спасти Россию, мы не остановимся перед введением смертной казни! Петроград! 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 Матросик, ты в какой воде плавал? Каким соляром базал? Братцы-матросики, я черноморец Пётр Хваткин с подводной бригады. С какой лодки, спрашиваю? А он с лодки акула в акула, полгода плавал, а два года тонуло. Братцы-матросики, послушайте своего брата, черноморца. Не верьте Христопродавцам, большевикам, гоните их вон. Вот мы, черноморцы, смутьянов отовсюду повыгнали и вместе с родными отцами нашими, командирами, будем служить матушке России, временному правительству. Стой! Чёртовой матери! Ребята, знаете, кто он? Я его сначала в формельке не узнал. Да наш он, Костромской, а батька его главный бокалищик в городе. А его с реалки с четвёртого класса за хулиганство попёрли. Вот сволочь буржуйская! Нас предателями обзывают, а сами к нам липу подсылают! Эй, его! Эй, его! Пусти! 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 Товарищи! Как он? До сих пор вы верили мне? Поверьте сейчас, не нужно никакого насилия. Геннадж, мы тебя любим, но их сплавить не мешай. Господа делегаты временного правительства, предлагаю немедленно покинуть крейсер во избежание кровопролития и уходить. Вы нам не нужны, без вас обойдёмся. Я вам покажу. Я вам задам бунтовать негодяи. Господин капитан первого ранга, приказываю под вашу личную ответственность немедленно арестовать всех зачинщиков. Попробуйте сами, ваше превосходительство. В иные минуты надо быть зрячим. Что? Разговаривать? Вы с ними заодно? Позор! Объявляю вас арестованным! Блок! 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 Не пачкай трапа, гадами! Давай их спустим за борт на гординях, как скотин! Блок! Блок! Братва! По местам! По местам! Равняйся! Смирно! Никого не трогать! Пусть уходят! Мы не разбойники! С катертью дорога, ваше превосходительство! Приказываю именем временного правительства! Передайте вашему временному правительству, что мы на него хрен с редькой положили! Крейсер подчиняется только большевикам! Мерзавцы! Я потоплю вашу банду артиллерией! Комендоров не найдешь, старая крыса, а сам не потопишь! Не накрывай клуб, отче! По Никиту по себе некому служить будет! Ваше высокоблагородие! Я всех крикунов споздал по крику! Прикажете на занетку взять? Запиши! Слухаю! Потом! Слухаю! Давай, 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 ребята, расходись! Ну, нечего зря попал в иболтарца! Давайте, давайте, ребята, расходись! Сигнальщикам смотреть за берегом! В случае чего боевую тревогу! А то и в самом деле, смесится старик, шарахнет из фортов! Загрустили, Евгений Иванович? Ну, что ж поделаешь, конечно, неделикатно это вышло, но сами видели, кто куда гнул и кто на стенку лез! Мне трудно это видеть! Ну, что ж поделаешь, драка есть драка! Если так пошло, то скоро и до настоящей дойдет! Так что, Евгений Иванович, ежем не чуете в себе силы против своих рук поднять! Может быть, вам уйти? Говорите прямо! Никто не осудит! Потом! Задний ход давать нельзя будет! Я пойду с матросами до конца! Евгений Иванович, не благодарю! Народ поблагодарит! А я в вас крепко верю! Рук тогда! Ну, а вы как, господа офицеры? Мы? Как господин капитан первого ранга! Молодцами, господа офицеры! Кто молод, тот смел! Вперед! По одной дороге! Ай, милый мой, земля тонкая!